Такое настройки очень частое явление. Вот покупаешь здоровую бадью, думаешь, ну крепкая, проработаю очень долго. Конечно, да, стоит она не очень дорого, но появляются вот такие трещины в пластике. И ты быстро бежишь за изолентой и давай заматывать эту бадью. Но все равно, через некоторое время появляется очень много трещин. Ты, разумеется, от старой избавляешься и покупаешь новую. Ребята, я вот год назад натолкнулся вот на такую бадью, она сделана из резины. Ну и мне она показалась довольно-таки прочная. Тут даже мерка есть, прикиньте. Ребята, это не реклама, просто я сам пользуюсь данными тазиками. Вот, смотрите, какую жесть можно с ними делать, а? Разве с пластиковыми так можно сделать? Ну и, как видите, заломов никаких нету. Со временем этот тазик принимает обратно свою форму. Смотрите, как еще можно делать. Пол бадью намешивать и вот таким способом выливать. Ну или в магазин ходить с такой сумкой. А что, тоже удобно. А чего сразу предупредить, если вы будете работать шпателем, края шпателя обязательно скруглите, так как он очень хорошо режет эту резину. Кстати, да, по поводу заломов. Если, конечно, вот так по ней топтаться, то они немного появляются. Появляется такое растяжение на резине. Ну тоже, как я вижу, никаких трещин, ничего нет. Да, это изделие в два раза дороже стоит, нежели из пластика. Если из пластика стоит 500 рублей, то такая фиговина стоит 1000 рублей. Но в ней, конечно, есть, как вы видите, плюс очень хороший. Кстати, я не только такую бадью купил, а также приобрел ведра. Как удивительно, эти ведра делаются в Испании. У этого ведра очень жесткое дно, и поэтому оно хорошо держит форму. Ведро это на 12 литров. Да, также есть поменьше ведра. Вот такие, на 7 литров. По счету этого ведра хочу сказать одно. Я попробовал в нем сделать замес, но немного порвал резину. Так как она тут очень тонкая. Так что данное ведро я использую чисто для сада. А вот вам как живой пример. Этим ведром я пользуюсь больше года. Ну и как вы видите, свойств своих она не потеряла. Также гибкая. Единственный минус, через год работы налет от ведра отмыть невозможно.